Друзья, всем привет! Мы с вами на канале Недвижимость Байкала. Меня зовут Викулов Денис и сегодня мы в Питере с моим коллегой Дмитрием Думанским. Дима, представься, пожалуйста. Расскажи немножко про себя. Всем привет, ребята. Я Дмитрий Думанский, лидер факультета Development and ProCapital, также управляющий партнером HomeGuard Development, это Development Загородки. Более семи лет работаю с застройщиками, делаю продаж под ключ и маркетинг, в общем, на аутсорсе. Большой опыт по увеличению продаж для застройщиков. А, и также, кстати, кандидат философских наук, если кому интересно. Семь лет преподавал на кафедре культурологии в Кемерово. Крут! Очень круто! Сейчас в Питере. Мы вдвоем хотели поговорить о том, что сейчас происходит на рынке недвижимости. Стоит ли покупать авторичку, стоит ли покупать новостройки и вообще инвестировать в недвижимость? Да, я пару слов сказал, что мы реально, двор-колодец, дворы-колодцы, они ассоциируются с чем? Они ассоциируются с доходными домами в Питере. Доходные дома – это, по сути, вообще в России первая такая инвестиционная недвижка, на самом деле. Поэтому, на мой взгляд, контекст очень крутой, классный. И вот как раз здесь хотелось бы поговорить о тех вопросах, которые Денис задает. Со своей стороны, что скажу. Инвестировать точно есть смысл. То есть, на мой взгляд, сейчас есть окошко возможностей для инвестиций. Сказать о том, что эти инвестиции сыграют 100% невозможно, потому что турбулентность невероятная сейчас на рынке. Турбулентность связана с геополитической ситуацией, с ситуацией эскалации конфликта. Это нужно четко понимать. Однако, именно эта ситуация и создает интересные окошки возможностей для инвестиций. Если мы говорим о том, что деньги могут и бесцениться, если вы инвестируете в фондовые рынки, тоже есть возможность получить полный ноль. Недвижка, по крайней мере, это та штука, на которую всегда можно купить какое-то количество машин, банок тушенки или чего-то еще. Плюс нужно понимать еще одну вещь, что рынок недвижимости, он растет всегда. После любого кризиса он поднимается. Говорить о том, что рынок просядет я бы не стал. Возможности есть, триггер есть, что на 15-20% вторичка может просесть. То есть, застройщики пока точно не торопятся, материалы у них растут. Соответственно, да, то есть, ценники пока держат, скорее всего, даже в определенных локациях будет увеличиваться. Это нужно понимать, выбирать локацию. Дима, смотри, я вижу нынешнюю ситуацию таким образом. Ну, как ты прекрасно понимаешь, исходя из тех источников, которые нам преподносит интернет и так далее, можно сказать, что инфляция растет везде, везде по всему миру, как в Европе, так и в Соединенных Штатах. И я знаю, что сейчас в Соединенных Штатах уровень инфляции даже гораздо выше, чем был когда-либо за всю историю. Естественно, у нас уровень инфляции сейчас тоже будет подниматься за счет таких военных операций, назовем их так. И если здесь и сейчас, пока у нас еще существуют вот эти господдержки в ипотечных программах, мы можем взять ипотеку под 6% и приобрести, либо это будет какая-то загородная недвижимость при поддержке государства, либо это будет вложение в новостройку, либо это будут какие-то инвестиционные объекты. Но так или иначе, через какой-нибудь спустя, не знаю, год или два, этот платеж по ипотеке, ну, примерно сейчас в среднем, да, 30 тысяч рублей, станет ищетожно мало. Неощутимо. Неощутимо. Неощутимо, да. Что ты думаешь по этому поводу? Это 100% так, потому что, ну, вот это вот прям мантра, да, такая мантра инвестора. Деньги дешевые – это 100%. 6% – это уже процент, который ниже реальной инфляции. Ну, боюсь сказать, что там в несколько раз, да, но в два раза точно. То есть, если мы говорим про реальную инфляцию, да, то есть неофициальную, а реальную инфляцию. Да, она даже уже официальная. Она даже официальная выше, да. То есть, поэтому я говорю, я не хочу говорить про там, может быть, ну, хотя по факту, да, наверное, в 3-4 раза, то есть это уже. Потому что инфляция будет разгоняться, это тоже, как бы, вещь понятная. То есть она во всем мире разгоняется сейчас, да. Мир трясет, то есть экономика, как бы, начинает, да, тоже входить вот в это пространство, то есть где все-все-все-все-все разгоняется, да. То есть в Турции там 80% инфляция, США рекордная, Европа, многие страны тоже рекордная инфляция за последние, там, десятилетия точно. Поэтому деньги 100% дешевые. И на дешевые деньги что-то приобретать ликвидное, это всегда очень выгодное и очень неправильное решение. Вот это 100%. Вопрос всегда в том, что выбрать, да, то есть какой объект. Это ключевой момент. Но то, что сама схема, сама логика правильная, это лично у меня сомнений не вызывает никакого. Сегодня немного изучая рынок Питера, и в прошлый раз в Сочи и так далее, то есть в больших центральных крупных городах, я прихожу в очередной раз с выводом к тому, что здесь стоит очень дорого квадратный метр. И как на любом рынке, неважно фондовый это или это рынок недвижимости, то есть здесь вот у нас уже максимальная цена, ну, можем сказать, достигла своего какого-то пика. И вкладываться здесь и сейчас, то есть покупая за 200, за 300 тысяч рублей квадратный метр, и ждать какой-то прибыли, потому что сейчас, я смотрю, у вас коммунальные платежи 12 тысяч рублей, очень дорогие, а аренда, ну, я живу на периферии в городе Шелихове, на берегу Байкала, можно сказать, я... суточная аренда стоит ровно столько же от Шелихова, как и суточная аренда в Питере. То есть я сейчас живу в хороших апартаментах за 2 500 в сутки, это, ну, в формате города Иркутска, это вообще недорого, совсем недорого. Хотя эти же апартаменты здесь и сейчас стоят 8-10 миллионов. Вложиться в городе Шелихове я могу купить, например, за 2 500 такие же и получать такой же доход, если мы ведем речь об инвестициях. То есть инвестиции на периферии сейчас, они гораздо выгоднее и гораздо интереснее, чем где-либо в центральных городах России. Я понял мысль, вот смотри, данные, которые ты сейчас говоришь, я полностью согласен, так и есть. Если мы выбираем доходную стратегию, это первое, это важно понимать. Второе, с чем не согласен, мы согласен с тем, что потолка, достигло потолка, не существует, если мы посмотрим на рынок недвижимости и вообще вот на маркеры цен крупных городов мировых, то есть мы посмотрим, то есть она точно будет так или иначе подрастать. Через 5 лет здесь, то есть условно, будет может быть и 500, и 600, и 700, это тоже нужно понимать. Но если брать стоимость и доходную стратегию, я здесь полностью согласен, что на периферии порой появляются гораздо более интересные предложения, чем в столице. Это факт, ну то есть считать доходную стратегию. Здесь никаких сомнений нет. Бывают, конечно же, и в Москве, и в Питере, но это точечные локации, да, какие-то, вот опять же, может быть, то есть там загородные, что-то еще. Это не просто купить квартиру. Вот если просто купить квартиру и сдавать, то действительно на периферии и в центральной территории России есть интересные города, где доходная стратегия, окупаемость, да, ну то есть объекта, значительно выше, чем в Питере и в Москве. Это 100% факт. Ну, я тебе так, по своему городу могу сказать, что вот у нас мои квартиры, которые я приобрел за последние 3 года, они отбили себя, ну, отбивают за 4 года. Офигеть. За 4 года, что еще понимаешь, это за 4 года. Здесь мы посчитали, то есть не хватит и 15 лет. А 15 лет это уже вообще неинтересная стратегия в плане инвестиций. Да, так и есть. Если говорить, да, о том, что окупаемость, да, квартиры, как такого, как ГАБЭ, готовый арендный бизнес, который несет деньги, то, что ты сказал 4 года, если честно, для меня это даже, я не знаю, как сказать, короче. 860 тысяч рублей я покупал эти 24 квадрата, понимаешь, 800. Они сейчас стоят уже 2 500. Офигеть. То есть какой, как бы, капитализация, да, произошла? Капитализация высокая. В 3 раза, да. И учитывая, что цена аренды посуточной такая же, как и здесь, ну, вот и представь. Да. То есть какая... Нет, это очень круто. То есть то, что сказал, то есть меня даже, знаешь, как бы, заставляет поподробнее учить твои кейсы, то есть, ну, я не знал про 4 года, безумно неизвестно, хочется подробностей. Что касается не только инвестиционной недвижимости, а каких-то объектов для... Покупка каких-то объектов для проживания непосредственно. То есть это дома, либо квартиры, которые продаются сейчас по ипотеке под 6% от застройщика. Я думаю, что сейчас именно время приобретать точно так же и жилую недвижимость, кто хотел, планировал и собирался это сделать. Ты что? Ну, то есть думаю, да, в целом есть такое возражение, но, о котором я знаю, да, что сейчас, возможно, будет просадка рынка, ну, то есть там процентов на 15-20, и вот будет время, когда можно взять там с дисконтом. Но я, допустим, четко понимаю одну вещь, что при просадке рынка, то есть инфляция, да, то есть обесценивание, то есть денег происходит, и, грубо говоря, наверное, то на то и выйдет. Другой момент, смотри, какой-нибудь, кажется, ключевой, что ипотека под 6% уйдет, потому что ее вот субсидировать, это же колоссальное количество денег надо, а деньги, понятно, что сейчас нужны как бы другую немножко сферу, да? Другую другую закрывать, да. Поэтому вот не знаю, сможет ли, да, государство долго сдерживать вот этот рост, да, то есть ключевой ставки. Если она начинает расти, то представь, да, сейчас берешь под 6%, еще есть там акции всевозможные, застройщик и так далее, инфляция, если разгоняется, платеж потом ощутимо меньше, да, то есть для жизни, мне кажется, неплохой вариант. Ну, скорее всего, так. Ну, смотри, я, насколько я знаю, сегодня 11 октября, 8 октября, Сбербанк уже поднял же, уже на 0,5%. Да, они подняли, и как еще будет это дальше развиваться, непонятно, но можно рассуждать о силе и финансовой возможности государства, да, потому что все программы с господдержкой по ипотеке, все пока есть, они пока еще работают, и никто ничего пока не ограничивает, во всяком случае, сейчас. Пока да, пока да, то есть вопрос только, вопрос время, да, сколько времени будет ограничиваться, и вопрос, то есть даже если они будут субсидировать потом, то она может быть субсидированная 8, а, допустим, основная там 12, или там субсидированная 9, основная 13, то есть вот такие моменты тоже могут быть. Ну и сейчас, мне кажется, есть такой момент, потому что кто-то принял для себя решение вообще покинуть эту страну. Да, это много людей. А я вот буквально вчера разговаривал с парнем, он говорит, выставили за 15 миллионов дом, он звонит оттуда из-за границы, говорит, слушай, снижаемся за 14 миллионов дом, спустя неделю говорит, слушай, за 13 миллионов дом. То есть сейчас есть возможность купить вот именно объекты с таким дисконтом именно за счет сложившейся ситуации. То есть если поискать, если найти хорошего риэллера, специалиста, я думаю, вам такие лоты могут предложить. Да, это очень хорошая история для жизни, для инвестиций, и это так называемые стресс-активы. То есть стресс-активы, когда нужно очень быстро продать, потому что человек потерял полную веру, и все, уже не мыслит себя в этой стране, и кроме всего прочего, когда он потерял веру и уехал, он находится в панике, ему скинуть нужно, может, и 15% дисконта, 20%. Ему там жить не на что сейчас, понимаешь, какая сия. Ему там не на что жить, он вынужден, это вынужденная мера продавать. Да, да, да. И такие стресс-активы, безусловно, еще будут появляться, безусловно, их нужно мониторить, смотреть, или очень с хорошим риэлтором работать, кто мониторит, смотрит рынок, потому что стресс-активы, они всегда, ну, это небольшое количество процентов от общего рынка, иначе бы они не были стресс-активными. Если было 50% таких, то, значит, рынок посыпался. А стресс-активы, это значит, что 5-7% есть, но их нужно вот точечно вычислять, и можно покупать. Это хорошее вложение. Короче, я думаю, несмотря на то, что происходит в мире, нельзя останавливаться, нужно продолжать, короче, действовать, работать. Не знаю, если у вас был какой-то план намечен на эту жизнь, там, в ближайшее время приобретать, не надо останавливаться, нужно совершать это здесь и сейчас. Потому что это будет просто потерянное время, если вы это не сделаете сейчас, потому что сейчас как раз открылись новые интересные возможности для приобретения по интересным ценам и в новых возможностях, в новых реалиях. можно остановиться, но если что-то вдруг завтра будет такое необратимое, то оно будет, и тут уже... Оно в любом случае будет. Да, но если будет, оно будет. Ничего, не поможешь. Но смысла что-то нажать на тормоз или поставить все на паузу эту жизнь, как бы нет никакого смысла. Согласен, здесь еще такой важный момент, что это же и с точки зрения благосостояния важного, и с точки зрения психологического самочувствия. То есть, если в сложной ситуации ты сосредотачиваешься на делах и делаешь все равно, фокус внимания не теряешь, то тебе проще самому, окружающим проще, и ты не теряешь те возможности, не кусаешь потом локти. Это тоже очень важный момент. Потому что, действительно, я полностью согласен с тем, что если оно будет полный, какой-то трындец, он будет, его как бы трудно будет избежать. Если там, допустим, человек доходит до состояния, что все, он уже понимает, там конец, там ядерная война, ну какие варианты могут быть? То есть, ну либо там утрыть какие-то там бомбоубежища сейчас, да, там выливать. Ну может быть для кого-то это выход, да. Да конструктивный ли он? То есть, непонятно. То есть, ставить на то, что все конец, я считаю, что ставка, она... Она, конечно, то есть, ну, никто от нее не застрахован, да. Ну, высока ли вероятность ее? Не думаю. Если, допустим, человек понимает, что он все равно остается здесь, да, вот в этой стране, то есть, он как бы принял это решение, да, то, безусловно, нужно дальше действовать. Нужно решать свои конкретные вопросы, да, инвестировать, решать вопрос там для жизни или что-то еще. То есть, это все как бы очень важно. То есть, очень важно. Если человек решил, что все, он уже уезжает, допустим, да, тогда, ну все, тогда как бы вообще нечем разговаривать. То есть, ну, уехал, тогда нельзя никого переубеждать, да. Сейчас поляризация жесткая, каждый сам для себя решает. Ну, вот я считаю. В общем, всем хочу сказать добра, принимайте правильное решение, живите своей жизнью, не чужой. Меньше обращайте внимания на какие-то панические истории, больше старайтесь фильтровать и действуйте. Вот это самое основное. С вами был Дмитрий Думанский и Денис Бекалов. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, пока-пока. Все, побежали. Там уже...